На заросли борщевика по набережной Сатиса пожаловались саровчане в нашу рубрику «Городской дозор». На набережной и у берегов реки часто гуляют дети, которые могут получить от опасного растения серьезные ожоги. Администрация города о проблеме знает, поэтому работники скашивают траву ежемесячно. И это единственный способ борьбы с борщевиком, так как химические средства использовать на этой территории запрещено. Большая масса, там даже не борщевик растет, большая масса. Но понятно, что среди них может затесаться какой-то один, который будет выживать ожоги. Поэтому мы боремся в любом случае, на всей территории проводим кошение. Химическая обработка борщевика на данной территории запрещена, потому что рядом находится водный объект. И здесь другого способа борьбы, кроме кошения, нет. Департамент городского хозяйства принимает обращение людей и выходит на те места, где растет борщевик. Чтобы проверить, насколько тот или иной вид опасен для человека и является ли борщевиком вообще, представители администрации советуются со специалистами Станции юных натуралистов. Консультант Управления инженерной инфраструктуры и охраны окружающей среды Инна Родина отмечает, что большинство территорий, на которых растет борщевик, были заражены семенами растения от новой и завезенной земли при строительных работах. По нашему муниципальному контракту мы три места обрабатываем. Это территория около Пантонного моста и в Яблоневом саду. Около кафе там тоже борщевик по заявлению мы установили. Вот в тех местах мы тоже как бы косим, химически обрабатываем там, где это возможно. Отличить борщевик сибирский, безвредный, от ядовитого сосновского можно по цветкам. Первого цветки зеленоватые, желтоватые, листья тонкие и острые, а у второго цветки белые. Кроме того, борщевик сосновского значительно крупнее по размерам. Может быть, даже выше человеческого роста. Края листьев неровные. В первую очередь не должно быть попадания сока борщевика на кожу человека. Даже на одежду. Если попал сок борщевика на кожу, он вызывает такую реакцию, что при падании солнечных лучей вызывает ожоги. То есть опасен не сам сок, а контакт с солнцем. Одежда не спасет, надо вот именно темное помещение смывать, смывать, смывать. Он активен будет в течение первых трех дней где-то. Если вы прикасались к борщевику, то в качестве профилактики тщательно промойте прожженные участки большим количеством воды с мылом. И не подвергайте кожу солнцу в течение нескольких дней. При появлении первых признаков ожога как можно быстрее обратитесь к врачу. Если вы увидели заросли борщевика, то ни в коем случае не подходите к растению. Не трогайте его руками и не разрешайте детям играть вблизи борщевика. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Бальков. Служба новостей Саров, 24.